Друзья, сегодня говорим с вами на тему, как иметь здоровый мозг. Очень многим это интересно и очень-очень многие пишут с этим запросом. Напоминаю, вы на канале с Аленой Самсоновой, вы на канале с клиническим психологом и биохакером. Друзья, для того, чтобы иметь здоровый мозг, что необходимо? Во-первых, необходимо научиться понимать, что вам нужны постоянно аминокислоты, белки, жиры, витамины. Без этого ваш мозг плохо работает. Без движения ваш мозг плохо принимает еду. То есть он ее принимает, накапливает, либо плохо усваивает. Такое тоже бывает. Также мозг работает в условиях стресса достаточно заторможенно. Условиями стресса, что является внутренний токсический стресс, внешний стресс, напряжение, напряжение обстоятельств, напряжение общения, напряжение давления извне. Мозг плохо работает в условиях дефицита B12, дефицита фолиевой кислоты B6 и также в условиях хронических интоксикаций, инфекций. Мозг плохо работает в условиях гипоксии, то есть хроническая латентная аниме. Это и есть часто плохая работа мозга. Также мозг плохо и хуже может работать, если у вас есть какие-либо хронические заболевания. И это обусловлено время на то, чтобы снизить интенсивность проявления, но также влияет на ваши рецепторы. Мозг плохо работает в условиях химического питания. Мозг плохо работает в условиях длительного стресса от потери близкого, от потери чего-либо, которое воспринимается мозгом как угроза. Мозг плохо работает в условиях неправильного, неподходящего для вас питания и питья. Многие не обращают внимания на то, что мозгу нужна правильная вода только на питание. И также мозг плохо работает в условиях недосыпа, стимуляторов и токсических веществ, которые могут поступать как извне, так и изнутри. То есть плохой детокс также нарушает работу мозга. И еще что нарушает? Работу мозга нарушает состояние вашей иллюзии. То есть вы не делаете то, что должны и отсрачиваете результаты. Тем самым вы тратите энергию не на то, что вам нужно. И также вы тратите энергию тогда, когда не реализуете себя в том направлении, в котором вам хотелось бы. Мозг хорошо работает в условиях компенсации дефицитов, в условиях нужной вам среды. Кому-то это морской воздух, кому-то это лесной воздух. Мозг хорошо работает при физической нагрузке. Мозг хорошо работает при системном графике труда. Также мозг хорошо работает при условии нормализации работы ЖКТ. Когда в ЖКТ порядок, в голове тоже налаживается порядок. Здесь две взаимосвязанные вещи. Спрашивают, что первое, мозг или кишечник. До сих пор не решили. Друзья, кому тема откликнулась, кому откликается, пишите мне в комментарии. Я продолжу. Также про мозг напишу вам схему и запишу вам видео про работу с серотонином, дофамином. Если тема ваша, пишите прямо под видео. Хочу понимать, как помогать мозгу.